Здравствуйте, гости и подписчики самого информативного и полезного канала о жизни, недвижимости и переезде в Турцию от компании Tolerance. Сегодня мы хотим рассказать вам о работе в Турции, в частности, о работе в Анталии, чем можно заниматься здесь после переезда, можно ли открыть свой собственный бизнес в Анталии и что для этого нужно сделать, насколько легко собрать и подать документы. В этом выпуске мы встретимся с четырьмя героями, представителями совершенно разных бизнесов и профессий и поговорим с ними обо всем по порядку. Сегодня с вами я, ведущая канала «Жизнь в Турции» Татьяна Федан. Все самое интересное ровно через секунду. Не переключайтесь. Первый герой нашего видео – бизнесмен Арсений, открывший место для каворкинга в центре Лимана. Давайте поднимемся к нему в офис и поговорим о его проекте. Арсений, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, основную идею вашего бизнеса и насколько легко или трудно открыть свою компанию в Турции. Здравствуйте, Татьяна. Основная идея моего бизнеса – это, естественно, открыть такое место, куда люди смогут свободно приходить и снимать просто себе рабочее место на полдня, на день, на неделю. В Турции это, к сожалению, не развито такое явление, как каворкинг. Ну и, естественно, небольшое место я оставил себе здесь, потому что мне тоже нужно здесь работать. Открывать бизнес здесь, в принципе, не сложно. Нужно только получить вид на жительство, кемлик, взять налоговый номер, взять паспорт, найти бухгалтера нормального проверенного и, в принципе, дать ему документы, которые он запросит. И все это открывается за один день. Давайте мы уточним для зрителя. Вы индивидуальный предприниматель, правильно? Вы открыли ИП, и таким образом вся процедура заняла один день. Да, все верно. В один день с утра я отдал документы бухгалтеру, на следующий день, где-то в обед, я получил уже карточку своего ИП. А поделитесь, если возможно, с какими трудностями вы столкнулись для открытия этой компании? Здесь нужно было подобрать правильную лицензию, потому что на открытии бизнеса, естественно, здесь так же, как и везде, дается определенная лицензия. И так как здесь каворкинг не распространен, то мне пришлось потратить немного времени, проконсультироваться с юристами, какую же лицензию мне получать. Больше всего подошла лицензия интернет-кафе. Ну, чуть-чуть был, конечно, удивлен представитель налоговой службы, когда пришел осматривать помещение, он говорит, а интернет-кафе, где же компьютеры? Ну, я ему объяснил то, что здесь люди приходят со своими компьютерами работать, и все делают сами, и он абсолютно спокойно, хорошо к этому отнесся, проблем не было. А можете поделиться, какие у вас были основные этапы для открытия вашего бизнеса? Ну, вот просто пройтись по этапам и рассказать, может быть, какие-то интересные нюансы, которые нужно учитывать, именно связанные с менталитетом турецким? Первый нюанс – это, конечно, то, что, когда я начал собирать информацию о том, как открыть свое дело, я столкнулся с тем, что есть источники разные, и они чуть-чуть по-разному трактуют закон. Например, фирмы, которые в Анталии, и которые занимаются открытием других фирм, да, некоторые из них мне достаточно такую серьезную картину нарисовали, что у меня должно быть пять работников турков, то, что мне нужно там платить такие-такие налоги, и чтобы действительно там все это было правильно. Причем они даже не старались особенно вдаваться, да, вот в суть моего бизнеса. И меня это слегка демотивировало, потому что плата там была со всем этим, там практически по 30 тысяч лир в месяц где-то. Но я разбирался дальше, я пошел уже к другим, к незаинтересованным юристам, звонил в Стамбул, спрашивал уже у других людей, которым, в принципе, даже некоторые за консультацию ничего не брали. И оказалось то, что нет, уже там много налогов действительно там платить не нужно, и можно, например, там расходы включать, естественно, да, в налоговый вычет. То же самое оказалось, хотя до этого не было, да, такой информации у меня. Так, а другую я соврать сам не мог, потому что я не владею турецким в той мере, в которой это необходимо. Оказалось то, что не нужно внимать пять сотрудников, а достаточно одного нанять, а пять это нужно только если я хочу шестым стать, да, для себя открыть визу рабочую, да. И таким образом у меня уже вот этот вот весь прайс-лист, да, затратная часть, она упала там в несколько раз. Нюансы еще были в чем? Ну, естественно, потом поиск бухгалтера, да, потому что я понял то, что с фирмами лучше не сотрудничать, потому что вы переплачиваете достаточно большое количество денег. А поскольку, естественно, я вкладываю свои деньги, да, мне есть смысл, да, экономить, да, минимизировать, совершенно верно. Вот, если человек, наверное, да, обладает большим запасом, может быть ему как раз и выгоднее прийти и сделать все в одном месте и абсолютно, как говорится, не думать и не париться ни о чем. Но у меня такого большого запаса не было, поэтому я уже искал. И через знакомых, через своих там друзей нашел вот действительно бухгалтера, который, в принципе, мне все сделал за достаточно умеренную цену. И еще больше сократил вот эту вот затратную часть на начало бизнеса. Поэтому здесь такой как раз нюанс, не нужно сразу, если у вас, да, нет огромной там подушки финансовой, и вы не готовы сразу просто вот все всем там отдать в одну фирму, которая вам все будет делать, да. Да, тут надо походить, поспрашивать и... Найти сексалиста, да, который вам поможет. Да, совершенно верно. Вот, есть еще нюанс, он связан опять же так же с незнанием языка, это когда искал сюда работников, которые здесь красили стены, проводили проводку, да, и делали там мебель и другие работы. Но тут мне повезло, мой риэктор, который турок, но знает русский, он мне с этим помог, взял там умеренную комиссию, да, за это и был переводчиком. Он сюда приглашал разных людей, мы с ними разговаривали, что они могут сделать, как они могут сделать, за сколько, и потихоньку нашли именно те, которые нужно. Но процесс, да, такой был, где-то работников, наверное, выбирали примерно неделю, и еще эти работники, они затянули все возможные сроки, то, что обещали сделать за две недели, делалось примерно полтора месяца. Весь этот ремонт, это тоже один из нюансов, то есть, когда вам здесь говорят, что все будет готово завтра, не верьте, завтра это растяжимое здесь понятие. Да, они могут хорошо все сделать, но завтра оно будет так отодвигаться, может быть, где-то на неделю, на полторы может запросто отодвигаться. А могут и не очень хорошо сделать, потому что это еще один нюанс, потому что здесь я столкнулся с тем, что со всем каким-то мелочам люди, вот мастера, да, которые мебель, например, собирают, они не уделяют должного внимания, как, не знаю, например, немцы, да, у которых все вот так вот прямо будет пригнано, а здесь, ну, то сделай, вот вроде хорошо, но смотришь, вот здесь не очень ровно, здесь чуть-чуть, ты говоришь, ну, переделай, он говорит, ну, все, что, я больше никак не могу, вот, и ты либо другое вызываешь, либо сам уже что-то это допиливаешь, доделываешь, например, как я делал. А можно еще узнать, может быть, вас что-то, наоборот, приятно удивило, то есть были какие-то сюрпризы, но хорошие сюрпризы, потому что это другой менталитет. Здесь очень приятно общаться с людьми, во-первых, да, это начинается с того, то, что турки, они достаточно такая легкая в общении улыбчивая нация, да, и они приходят, и о здоровье спросят, и как, пожелаешь, и чайку с ними попил, поговорил, это, конечно, иногда растягивает процесс, да, но вместе с тем это вот создает какое-то вот такое живое общение, взаимодействие. Они, с ними можно торговаться, да, они при хорошем отношении, в общем, даже идут на какие-то там скидки, уступки, и там что-нибудь делают, например, то, что даже ты не заказывал, вот человек, который собирал мне мебель, он зачем-то собрал мне тумбочку еще, ну, захотелось ему. Я его просил маленький ящик собрать такой, мне нужно было, а он собрал маленький ящик и большую тумбочку, у меня сейчас на ней принтер стоит. Причем, я говорю, ну, мы же не договаривались, он говорит, я знаю, это подарок. Он просто сделал подарок в те же самые деньги, о которых мы договаривались, то есть, и ничего за это не взял. Турция, еще чем приятно, например, когда приходит налоговая, да, он приходит, серьезный человек, там, с планшетом, все фотографирует, но он не старается как-то вот прямо что-то везде там найти, за что-то зацепиться, он просто ровно спрашивает, разговаривает, и я его спросил, там, ну, как, у меня там все нормально, он говорит, Арсений, no problem. Вот, по-английски сказал. И я понял то, что действительно, да, человек, он не собирается сейчас там как-то взятки платить, и здесь вообще, в принципе, это не принято, взяточничество. То есть, ни в коем случае даже предлагать нельзя, иначе это только хуже будет. А могут еще на вас дело завести, арестовать. Вот, при этом сразу ему, там, чаю, воды, там, принес, все, он посидел, все хорошо, говорит, все сказал, отлично, и на следующий день я вот это получил лицензию. Поэтому, да, здесь, на самом деле, есть и позитивные, конечно, их очень много моментов. И последний еще вопрос вам хочу задать от наших подписчиков. Вот, они спрашивают, что если вы, как иностранец, открываете здесь предприятие, то по закону вы не имеете права работать на этом предприятии. Вот, как обойти этот момент, или, точнее, скажем, не обойти, но как правильно поступить по закону? Ну, как, нанимать, конечно, нанимать работника, при этом, конечно, можно нанять работника и на час в день, и на два, там, да? Такое уточнение, нанятие работника, но не иностранца, да? Нужно нанять работника турка. Да, конечно, турка, абсолютно верно. Но, естественно, это может быть любой человек с турецким гражданством, да, он может быть и, там, россиян, и русскоговорящий, да, но, самое главное, с турецким гражданством. И здесь, конечно, очень нужно аккуратно к этому подходить, потому что некоторые стараются сэкономить, и, например, нанимают работника на час, но если кто-то жалуется на фирму, да, приходит какая-то проверка, и с этим работником разговаривает, говорит, слушай, у тебя вот такие обязанности, а работаешь ты всего час в день, да? И, таким образом, если действительно работник подтверждает, да, что он за час справляется с обязанностями, комиссия может уйти действительно удовлетворенно, все будет нормально. Но, если, естественно, не получается, то это достаточно большими штрафами грозит, поэтому здесь не нужно ни в коем случае сжаться, да, а здесь нужно сделать все по закону и нанять на то время, на которое действительно нужно. То есть полный день, например, в месяц, это примерно заработника вы платите 3,5 тысячи лир, 2,800 примерно ему на руки, а остальное все идет в фонд страхования, в пенсионный фонд. И, в принципе, это не такие большие деньги, чтобы рисковать, да, нарваться на какой-то большой штраф, потому что они здесь реально большие. Арсений, спасибо большое за ваше такое честное интервью. Желаем удачи вашему бизнесу, чтобы как можно больше людей узнавало про вашу зону каворкинга, приходилось сюда и с удовольствием работаю. Спасибо и вам, Татьяна, очень было приятно с вами общаться. До свидания. Итак, наш следующий герой, известный в Анталии фотограф Ольга Эмрулах. Здравствуйте, Ольга. Хотелось бы узнать, почему вы выбрали такую свободную профессию фотографа, какие преимущества вам это дает? Здравствуйте, Татьяна. Спасибо большое, что приглашили меня к себе поговорить. Фотографа профессия выбрала меня сама. Мы с папой занимались в детстве моем в темной комнате, когда были еще пленочные фотоаппараты. Вот фотография в доме у нас всегда была. Я ее любила, и камеры от пленочных до цифровых всегда были у меня под рукой. И когда в свое время мне нужно было сделать выбор, уйти от туризма или остаться там, заняться фотографией серьезно или оставить ее как хобби, то я выбрала все-таки оставить ее хобби и сделать из этого свою работу или, как сказать, свой доход. Свой доход, да, и своей профессии. Я уже тогда начала обучаться, покупать технику, и доказы пошли сами с собой. Но насколько это, я хотела бы узнать, насколько удобнее быть фрилансером, чем работать в привязке к офису? Можно вот узнать, какие плюсы и, возможно, минусы это вам дает? Насколько удобно, настолько же и неудобно. Тут зависит, конечно, от самоорганизованности человека. Особенно человек, который легко увлекается меня. Поэтому, насколько я сделаю себе хорошо, график построю, настолько легче. Это, конечно, здорово, заниматься любимым делом, встречаться с разными людьми, очень интересными и из разных точек планеты, скажем так, которые приезжают сюда в Анталию. И в то же время быть на подхвате дома. У меня дочка маленькая, вот, растет. Уже не совсем маленькая, уже я свободнее себя чувствую. Но все-таки заниматься в то же время дома, быть на связи, самой планировать свой график, выбирать клиентов, естественно, тоже, или они меня выбирают. Ну, в общем, это здорово. И каждое утро, когда рано просыпаюсь, я на рассветную съемку, я понимаю, насколько это классно, что мне не надо это сделать каждый день, что это происходит только в удовольствии и под какие-то определенные проекты. Ольга, вы же работаете официально. Насколько я знаю, что вы открыли, вы индивидуальный предприниматель, открыли свою панию. И хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-то отчисления на пенсию и сколько вообще нужно проработать лет, чтобы получать турецкую пенсию? Ну, для этого нужно иметь турецкое гражданство, конечно, в моем случае. Просто я не знаю. Возможно, это возможно и для иностранцев, потому что для тех, кто работает официально. Значит, если вы работаете сами на себя, то пенсия минимально начисляется после 20 лет, отработанных вами в Турции или же по предъявлению трудовой книги в другой стране, но тогда вы должны заплатить налог в турецкую казну и уже тогда вам начинается начисление. Если вы работаете как наемный сотрудник, тогда вам нужно отработать всего 15 лет. Кстати, вот парадокс. Ну, вот 20 лет примерно, насколько я знаю. 20 лет нужно отработать и потом у вас будет. Но, честно скажу, здесь в Турции законно меняются, они сложные, и поэтому обязательное условие, конечно, это иметь своего бухгалтера. Есть много бухгалтеров, они называются Мали Мусавир, и он есть, и для него отчисление в месяц порядка от 150 лир, и она уже подсказывает такие вопросы, если нужно что-то сделать по налогам и по отчислениям. Спасибо большое. Ну, давайте и завершающий вопрос. Какие у вас планы на будущее? Хотите ли вы куда-то двигаться в своей профессии? Да, мне очень нравится развиваться, постоянно обучаюсь, технику обновляю, расширяю кругозор, интересные проекты проводим. Наверное, когда-нибудь я решусь на студию свою, хотя, конечно, в Анталии сложно решиться, потому что здесь очень красиво и на улице, и приезжающие сюда ребята хотят пофоткаться как раз у моря или в старом городе, или на природу выехать. Но, наверное, все-таки думая об этом, единственное, кстати, по плане налогов тоже смущает, потому что налоги сложноватые немножко, там прибавляется ответственности, когда у тебя помещение. Когда ты фрилансер, индивидуальный предприниматель, там более легкая база налогов, или как сказать, да, то есть там проще все, и только отчислять надо вовремя, и прекрасно. А тут уже, конечно, и больше отчислять нужно, и отчитываться. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Очень приятно было с вами встретиться. Спасибо. Наш следующий герой выпуска – бизнесмен Роман, проживший 30 лет в Германии, переехавший в Анталию, и открывший тут компанию «Русское мороженое», которая поставляет любимые нами всеми с детства продукт, пломбир, лакомку и эскимо. Здравствуйте, Роман. Интересно было бы узнать, как вам пришла идея о завозе мороженого, русского мороженого в Турцию, как пришла сама задумка, и как вы ее смогли воплотить? Хотел бы поговорить за это приглашение. Идея пришла как? Приехал я в Турцию год назад. Люблю кушать мороженое, именно пломбир. Позвонил во многие магазины, надо мной немножко усмехнулись, спросили, не свалился ли я с луны. Вот так пришла идея. После этого я начал обзванивать всех знакомых и друзей, у кого есть определенные фабрики либо заводы, ну, соответственно, Россия, Украина, Белоруссия, Молдова. И так вот мы вышли после определенной дегустрации мороженого, мы вышли на определенный завод в Украине Шесхол. И так родилась идея. И, в общем, сейчас, я думаю, наши потребители, жители Анталии и округи счастливы, что все-таки есть это мороженое сейчас. А можно у вас узнать, насколько была трудной сама процедура открытия? Вот вы создали компанию ООО с ограниченной ответственностью, насколько трудно было собрать и подать все документы и открыться и запустить этот бизнес? Вы знаете, для меня, наверное, не так было трудно, как, может быть, для кого-то, который первый раз переехал в другую страну. Я этнический немец. В общем, я в определенное время, в общем, еще подростком, мы переехали из России в Германию. То есть для меня этот этап уже какой-то пройденный, понимаете? Эта система для меня в моей голове она уже заложена. Поэтому для меня было как-то не страшно и не больно, да? И, в общем, определенные шаги я понимал, что я не владею турецким языком, значит, мне нужен какой-то человек, который им владеет. Я понимал, что директор должен быть турок, то есть местный, да? И так степ-бай-степ, то есть шаг за шагом мы двигались к цели, учили эту систему новую, так как я мороженым никогда не занимался, понимаете? Это для меня тоже была новая школа. Ну и, в общем, мы прошли этот этап и довольно-таки хорошо. Можно тогда узнать, были ли у вас какие-то трудности, связанные с разницей менталитетов? Все-таки российский менталитет и турецкий – это два разных, совершенно разных менталитета. Хотел бы вас подправить. У меня менталитет более европейский, понимаете? Я 30 лет прожил в Германии. То есть для меня система уже заложенный такой продукт, понимаете? То есть я пытался пойти по системе какой-то определенной, но здесь его нет. Менталитет восточного человека, он более такой, понимаете, в пути, а не постоянно в пути и шашкой. Вот это были такие определенные нюансы, да? Затем, душа восточного человека, ее всегда надо подкармливать, понимаете? Ее всегда надо чем-то завлекать, да? Что-то, презентики какие-то, понимаете? Ну, здесь помогло все-таки происхождение мое, российское, да? В общем, со всеми можно договориться. Что еще здесь? Трудности какие? Один договор, который вы подписываете, он ничего не стоит, совершенно ничего. То есть вы подписываете бумажку, которая вам вообще не помогает, да? То есть вы думаете, это какая-то гарантия для вас, что ваш продукт будет продаваться и либо вы получите какие-то там, я не знаю, определенные, я не знаю, доверенности, еще что-либо. Нет. Если ваш партнер сегодня захотел, в общем, уйти куда-то, переехать, продать, то его нет, понимаете? Вот эти трудности. Но мы пытаемся с этим все-таки как-то сжиться и уплотниться к этой, в общем, системе. Мы понимаем, что мы не хотим работать только с русскоязычным населением, да? Мы хотим все-таки расширяться и дальше уходить, да? Поэтому мы, в общем, как-то хотим быть даже более-менее, я не знаю, как близнецами, может быть, какими-то. Вот и все. Понятно. А какие-то были плюсы в работе именно с турками? То есть, что вы для себя увидели, ну, какая-то хорошая сторона работы? Хорошая сторона в том, что тебе изначально дают развиваться. То есть, ты подаешь, ты пишешь заявление, что ты открываешь компанию, ты описываешь свой концепт и, соответственно, тебя, за тобой наблюдают, ну, тебе не кидают палки в колеса. Их нет, понимаете? Но на фирмане это легче. Да, намного легче, намного легче. Для них мы знаем, что нужно для того, чтобы ввести, да? Ну, соответственно, мы это в процессе все, это учили, сами же учили. Какие наши сертификаты, да? Если эти все документы есть, все, у тебя зеленый свет. Вот это нам нравится. Это плюс, очень громкий плюс. И хотелось бы еще узнать, какие у вас планы на будущее? Куда вы хотите дальше двигаться? Ну, вы знаете, мы в данный момент у нас 125 точек. По Анталии до Мерсина мы уже дошли, то есть в Мерсине мы тоже продаем. Ну, соответственно, мы сейчас идем на большие города, как Анкара, как Истамбул и Бурса. Вот эти три города сейчас у нас, мы сейчас в переговорах. Кроме того, я думаю, все-таки с февраля месяца, будущего, а, с 2022 года, мы заходим в Тахтакале, это большая сеть по всей Турции. В общем, мы с ними уже договорились. Вот, Мигрос хочет с нами сотрудничать. Ну, там рамки, в общем, такие немножко жесткие у Мигроса. Рамки такие, как принятие продукта, логистика и выплата за продукт за очень такой для нас длинный период времени. То есть мы не можем так долго ждать. Они хотят через три месяца выплачивать, понимаете? То есть это для новых предприятий, нового бизнеса это тяжеловато, да. А еще вы мне говорили про открытие своего завода. Да, это мы планируем. Планировали на следующий год, но мы это не сможем реализовать. Я думаю, в течение двух-трех лет мы это все-таки сделаем. Потому что фабрика у нас уже есть. Мы ее не будем там, мы не будем велосипед там заново, я не знаю, конструировать. Мы просто эту фабрику разбираем там, в Украине, и перевозим сюда. Как вы думаете, насколько тяжело будет это сделать? Вот по процедуре, по оформлению, по документу. Я думаю, не тяжело. Нет. Что в этой стране, вот действительно, очень хорошо. Это огромный плюс для всех иностранцев. Если вы везете свой капитал, свои инновации, свои идеи, вас здесь просто обожают. И вы даете еще рабочие места туркам. О, на минуточку. И вот благодаря этому вам, есть ли у вас какие-то налоговые льготы? Благодаря тому, что вы даете места. Нет. Может быть, какие-то и есть, но я, если честно, я пока не знаю этого. То есть мы финансируем это все сами. Спасибо огромное. Удачи и развития вашему бизнесу. Договорю вас. И завершающий герой нашего сегодняшнего выпуска, владелица и основатель танцевальной студии «Санарт» Александра. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Татьяна. Скажите, пожалуйста, как вам пришла идея создания вашей танцевальной студии и насколько сложным для вас оказался этот проект? В первую очередь, это, конечно, любовь к своему делу. Это желание творить, обучать. Это желание личной профессиональной реализации. Это горящие глаза учеников, их результаты и достижения. Это легло в основу открытия этой студии. А можно узнать технически, насколько сложно было открыть, подать документы, например, все заявления, собрать необходимые бумаги и открыть эту студию? Скажу так, что самым сложным для меня было найти помещение, так как не все помещения предназначены для занятий хореографией. Насчет документов, да, это сложный вопрос, но здесь в помощь бухгалтер, хороший бухгалтер, он поэтапно рассказывает, куда обращаться, что делать, поэтому этот процесс прошел более-менее легко. А давайте мы скажем зрителям, какое у вас образование и подошел ли этот диплом для данного вида деятельности. У меня высшее педагогическое образование. Я закончила Херсонский государственный университет, факультет современной хореографии, получила специальность педагог-хореограф. Когда мы давали запрос в Белядье по поводу документов, что нужно для открытия студии, Белядье ответила, что моего диплома международного образца достаточно, так как мы не относимся к национальному образованию, не выдаем сертификата в обучение, мой диплом подходит. А можно еще узнать, какие детки у вас занимаются танцами и есть ли у вас турецкие группы? Если они есть, на каком языке ведется преподавание? У нас занимаются и детки, и взрослые. Детки занимаются, начиная с 5 лет. Турецкой группы как таковой нет, но когда приходят турецкие детки, которые не знают русский язык, я, конечно, занятия дублирую и на турецком, и на русском языке. А основа преподавания русский язык. Александра, если можно, поделитесь немножко, что было самым простым в работе открытия студии и про сложное вы уже сказали. Сложное это было найти именно помещение. А что оказалось тогда легким? Самым легким оказалось приступить к любимым занятиям долгожданным, когда помещение найдено, документы все оформлены, ремонт сделан. Это, конечно же, творческий путь. Он самый легкий, потому что он любимый. И можно тогда еще и узнать, какие у вас планы на будущее, есть ли какие-то конкурсы, в которых вы хотите принимать участие, приглашает ли вас куда-то мэрия до города Анталии? Есть ли у вас какие-то вот такая даже государственная поддержка? Планы на будущее, развитие студии, как в хореографии, так и в других творческих направлениях. Также это участие в фестивалях, работа над собой, совершенствование. Какие фестивали? Это Болей-фестиваль, Старсов Турки. Эти фестивали, в которых мы непосредственно уже до этого участвовали в Анталии, это также фестивали дружбы народа. Разные концерты приурочены к тематическим праздникам, таких как День Святого Николая, 8 марта, 9 мая и так далее. В планах, что в планах? В планах дарить положительные эмоции всем участникам нашей студии, родителям детей, благодарить и радовать нашего дорогого зрителя и развиваться. Спасибо огромное, желаем вам творческих успехов. Еще хотелось бы пожелать, чтобы вы блистали и на международной арене. Дай Бог, спасибо. Как большого развития. Будем стараться. Дорогие друзья, тема работы в Анталии настолько объемная, что не хватит одного выпуска, чтобы рассказать обо всех нюансах и особенностях. Кстати, у нас есть еще отдельный выпуск, посвященный работе в туризме. Посмотреть его вы можете, кликнув на ссылку наверху экрана. Ну а мы будем прощаться с вами. Пишите свои вопросы в комментариях. Подсказывайте нам интересные темы следующих выпусков. Что вам может быть интересно узнать из видео на нашем канале. Не забывайте подписываться на канал Жизнь в Турции, чтобы оперативно получать достоверную информацию из уст профессионалов. Мы знаем и говорим о том, о чем не знают и не говорят другие. Жизнь в Турции. Подписывайтесь на наш канал и получайте информацию из уст профессионалов.